Окей, я включил. Всем добрый день, я Зея Врубинс Баденбаден, мы продолжаем наше занятие по Рамбаму, мы находимся в третьем принципе бестелесности Бога, и мы сейчас задаемся вопросом, начиная с прошлого раза, относительно атрибута Всевышнего, так называемых. Если Бог бестелесен, то что значит атрибуты которые значит ему приписывает Тора, еще более интересно описывают пророки. Мы находимся в середине 46 главы первой части «Подвидителя заблудших», где Рамбам значит описывает его взгляд на то, что такое атрибуты, вернее даже не что такое, а как какова велика сила этих атрибутов? Сейчас увидим. Итак, Рамбам говорил на нашем прошлом уроке, что когда написано, скажем, в солнах волнуется утроба моя, это не буквально, конечно же, волнуются мои кишки или мой живот, волнуется душа моя, вся моя внутренность, это метафора. Соответственно, опять-таки, вот эти атрибуты, Рамбам пишет, что наши мудрецы благословенной памяти уже произнесли обобщающее изречение, сейчас мы увидим, как оно выглядит, которое исключает все, что могли внушать воображаемые любые телесные атрибуты. То есть, мудрецы отрицают телесные атрибуты, и это изречение отрицание указывает тебе, что наши мудрецы благословенной памяти Хазаль ни на мгновение не допускали даже в своих мыслях отелеснивания Всевышнего. Это не могло быть для них тем, что можно вообразить, или тем, что отлично, от чего мы могли бы заблуждаться. Они даже нам повода этому не дали. Поэтому всюду в Талмуде и в Медрашах они, наши мудрецы, последовательно опираются на внешний план пророческих писаний. Здесь мы видим, Рамбом последователен и постоянно пишет про что-то внутреннее и внешнее. Скажем, форма содержания. Ему говорит, форма, потому что у Рамбом форма – это что-то особенное. Значит, он пишет, что есть некий внешний язык. Мы говорили там про разные антропоморфизмы. И есть язык на самом деле. Внешний язык, он для простых людей, он для людей толпы, он для стереотипов, он по инерции. Сейчас мы видим еще, что принято. Мы говорили, что Тарак говорит чижеским языком. Поэтому, значит, есть некий внешний план. И этот внешний план описаний по Рамбому, он настолько внешний, он настолько далек от настоящего описания божественности, что он застрахован от любого ложного понимания. не грозит никакими ошибками этот внешний план, ибо все это говорится в фигуральном смысле для наставления наших умом о Всесущем, о Всевышнем. Да, то есть фигурально, метафорически, это не то же самое, сейчас увидим. И поскольку укоренилось уподобрение представлений о Всевышнем, да превознесется он в образе царя, мы говорили, да, что есть параллели между земным царем, царь из плоти и крови, и есть царь небесный, царь царей, как сказано на Евлите, да, то есть есть укоренение некого образа, не обязательно врея, вообще, в человеческой практике и логике, Бога в виде в образе царя. Мы в прошлом так и говорили, что раньше не было связи, не было телевизора, интернета, мобильника, они знали, как цари выглядят, и да, и мы приводили пример, Рамбома, как можно косвенно понять, что в данной местности есть управитель, есть царь. Так вот, этот вот образ царя, который этот образ повелевает и запрещает, карает и награждает жителей своего государства, образ царя, у которого есть слуги и наместники, наместники, это представители, да, это не сам царь, это люди, которым он дал немножко от своих полномочий, делать что-то для него, там, собирать налоги, да, самый важный наместник царя, например, делать суд, справедливость, наказывать, полиция, и так далее, да, это все люди, которые представляют царя. Итак, у царя, у которого есть слуги, наместники, исполняющие повеления, делающие то, что он пожелает видеть сделанным, поскольку и они, то есть мудрецы, стали последовательно, наши мудрецы, во всех случаях, стали опираться на этот образ. То есть, мудрецы не стали изобретать велосипед и описывать Бога как-то по-особенному, а воспользовались уже готовой, так сказать, моделью, представление Бога как некого царя. Итак, мудрецы стали опираться на образ царя и говорить о том, что необходимо, вытекает из данной параллели. Например, о речи, как царь беседует, об ответе, как царю отвечают на его требования, как царь отвечает своим гражданам, когда не было понятия гражданин, ну, в общем, проживающим, да, в данном царстве, о колебаниях царя в определенном вопросе, да, мы видим, например, про историю эстер, там, да, и царя Хашвироша, то он так колеблется, то направо, то налево, в общем, колеблется вместе с ленией партии, да, и тому подобным, из числа действий, свойственных царям, есть действия, свойственные царям, в Аллахе, я сейчас немножко преподаю, также вещь, связанная с Кашру, там, есть понятие, ОХЭЛ ШОЛЕЛ ШУХАНАМЛАХИМ, еда, которая поднимается до уровня стола царей, о как, да, то есть, у царей не просто есть образ, есть слуги, наместники, есть даже царя, есть еда царя, еда достойная царя, соответственно, есть еда, которая не достойна царя, это в контексте, значит, рыбы Штирл, и вот этого черной икры, что евреи, значит, видели в позднем Средневековье, что цари кушают черную икру, они ее тоже хотели, и был некий очень интересный спор в иудаизме, можно ли кушать черную икру, вернее, эту рыбу, с которой черная икра, или нет, ну, в общем, царь это что-то особенное, даже на уровне еды, есть еда, которую другие не едят, цари едят, и при всем этом они, наши мудрецы, были спокойно уверены, что это, вот этот вот образ Всевышнего как царя не вызовет путаницы и затруднений, мудрецы были уверены, что эта метафора, этот образ Всевышнего как царя, царей, он вполне понятен, что никто не будет из Всевышнего лепить буквально царя буквально ему корону. Выше упомянутое в общении, вот эта вот фраза, которую, значит, мудрецы сформулировали, вот эта вот мысль, что все описания царя, они фигуральны и не буквальны, звучит так, сформулирует в Медрошибири Шитраба, 28 глава, первый абзац, «Велика сила пророков, ибо они уподобляют форму ее творцу». Эта фраза, еще раз, Рамбамуне будет много возвращаться, «Велика сила пророка». «Гдоль кухан», в чем «Велика сила пророка», как сказано, «Ибо над подобием престола подобия облика человека». То есть у нас есть два подобия. Первое – это подобие престола. У настоящего царя есть престол, значит, кисе Амелих. И там, над якобы престолом, есть подобие облика человека. То есть понятно нам, что это вот такое вот подобие, двойное подобие, двойная метафора, что так же, как царь из плоти и крови, он буквальный, физический человек, он сидит на престоле, так и здесь, на небесах, есть некое подобие. И дойти до такой вот мысли, это нужно быть великим человеком, пророки были великими людьми, и это то, что Рамбам цитирует «Велика сила пророков», что они вещь непередаваемую, невозможную как-то описать. Они сформулировали параллелями, которые нужно быть очень сильным человеком, чтобы иметь смелость вот так вот изобразить Всевышний. Война с подобием престола, подобие облика человека. Сейчас увидим, как Талмуд это видит на нашем уровне, подобную же силу вот описать неописуемо. Тем самым они мудрецы наши, мудрецы Талмуда, отчетливо разгласили и разъяснили, что все эти формы постигаемы всеми пророками пророческом видении, суть этих форм это Бог. То есть суть любого пророчества это понять Бога, что Он хочет нам передать и сказать, Он это и говорит, и пророки сообщают нам. То есть даже мы простые люди должны понимать, что пророк, что чего от нас хочет Бог. Но что такое Бог, по сути, это вот основная цель всех пророков и любого пророческого видения. То есть в скобках по рамбаму можно понять Бога и что Он себя представляет из любого пророчества. Мы будем говорить отдельно по пророчеству довольно долго. И вот это поистине так, поскольку всякая воображаемая форма является сотворенной. Любая форма, которую мы себе представим в голове, в нашем воображении, даже существующие материальные вещи, она существует только в нашей голове. Сколь замечательно это вот высказанное велика их сила наших замечательных речей наших мудрецов, ибо это дело описать Бога, это дело тяжкое, ведь подобным образом они наши мудрецы ясняются всегда, когда хотят подчеркнуть трудность связанную с каким-либо произнесением, с каким-нибудь предложением из Писания или совершенным действием, которое в Святом Писании, которое внешне выглядит как что-то плохое или предрассудительное. Например, они говорят, они-то наши мудрецы, раби такой-то практически осуществил следующее действие, используя тропичную туфлю в одиночку и ночью. В одиночку и ночью. Один раби что-то сделал, сейчас увидим, что это. Сказал раби такой-то сколько великого могущества, ровгу в рая, ведь он сделал это в одиночку. Здесь аналогичная мысль, велика сила некого раввина, сейчас поймем, что за история, который сделал в одиночку ночью что-то. Окей, здесь Рамбом намекает на следующую историю. У нас есть заповедь про Халица. Халица это следующая история, значит, когда умер муж женщины, по Торе она должна, чтобы сохранить имя своего умершего мужа и его земельный надел, выйти замуж за его брата, неважно он умеет жену или нет, тогда можно было иметь больше, чем одну жену. Брат по любым причинам, правильным или неправильным, это сейчас неважно, отказывается брать вдову, бывшую жену своего покойного брата в жены, тогда есть некая церемония, когда, значит, он и она освобождаются от этого вот брака, так называемый Веранский брак, этот обряд называется Халица, разувание, значит, берут туфлю, значит, и плюют, опять-таки, это все фигурирует в книге Руд, как босс там женился на Руд, опять-таки, непонятно, кто берет, чью туфлю, куда плюют, может, в лицо человеку плют, может, в туфлю плют, может, возле туфли, да, все это текст специально зашифровал, чтобы нам было интересно понять, кто что делает, кто во что плюет, значит, в любом случае, опять-таки, вывод, значит, что плюют, не дай бог, не в лицо человека, значит, плюют возле, значит, этой люфли, женщина, значит, которую не берут жены, она снимает туфлю с мужа своего брата, это все называется обряд халица, так вот, обряд халица, есть некоторые церемонии в лудаизе, которые нельзя делать ночью, например, одевать тфелин, например, обрезание, младенцам на восьмой день, старикам 80 лет, это неважно, обрезание нужно делать только днем, утром или днем, при дневном свете, да, то есть там есть некая сторона завета, и обрезание завета, и тфелин завета, и так далее, в общем, есть некоторые вещи, которые нельзя делать ночью, так вот, халица входит в одну из этих церемоний, которую нужно делать только днем, хорошо, и вот в Талмуде Ивамот, Ивамот, это как раз халица, это вот история вот женщины, у которой умер, не дай Бог, муж, и дальше что происходит, там выходит замуж за мужа своего брата, она не выходит замуж, да, и вот в этом Талмуде Ивамот, станица 104, лист А, речь идет про историю, значит, про раба Бархия из Ксифона практически совершил это действие, халица, используя туфлю в одиночку и ночью, то есть, смотрите, да, значит, у нас там в книге Руд написано, что босс там собрал беден, судьи там сидят на входе, на воротах города, да, значит, он это делает утром, он это делает не в одиночку, да, значит, и он это делает на глазах у всех, а здесь один человек, не равенатский суд, в одиночку и ночью, значит, сделал с помощью тряпичной туфли, то есть, не настоящая туфля, да, то есть, тряпичная туфля, это что, он взял из одежды, сделал какую-то туфлю, некое подобие туфли, да, значит, казалось бы, значит, этот вот раба Барбархия нарушил, значит, все законы халица, однако, ответ Алмуды, ничего подобного, это какой-то некий исключительный случай, видимо, который не распространяет все правила на все законы халицы, и что в данном конкретном случае это не только можно было, но и нужно было сделать, видимо, быстро, да, то есть, как иногда мы быстро делаем брак, иногда разводы, разные жизненные ситуации, да, значит, поэтому иногда в таких случаях это тоже двор митцва, это позитивная, хорошая, нужная, спасающая людей вещь, и поэтому, значит, Шмуэль, павелонский мудрец, более позднее, сказал, велико могущество его, вот это вот раввина, который в одиночку, ночью, сделал, согласно единственному мнению, мнению его самого, то есть, раба Бархия сделал в одиночку, по мнению, он меньшинство, подвесил ему до большинства, значит, и он сделал это против мнения большинства, не потому, что, не потому, что, опять-таки, он нарушает закон, он не нарушит ее закона просто так, а потому, что он знает, что в данной конкретной ситуации, подробности, которой нам сейчас не важны, они не сообщаются, значит, это не только можно, но и нужно, здесь проявляется сила, величие человека, который, зная закон, одновременно знает какие-то тончайшие исключения из правила, и делает, вроде как, внешне, нам кажется, нарушение закона, на самом деле, он ровно соблюдает закон, и в этом проявляется его сила, ра в гувре, великого силы и могущества, да, значит, это напоминает другое, значит, высказание Талмуда, Кохады Тера Адифа, значит, что в Талмуде часто спорят относительно какого-то законометческого момента устражить или облегчить, и Талмуд, конечно же, говорит, что облегчить это гораздо более сильное мнение, потому что устражать особо много мудрости не нужно, устражишь, никогда ничего не нарушишь, да, например, можешь сказать, давайте будем соблюдать субботу полтора дня или два, точно субботу не промажем, там внутри будет суббота, да, но облегчить, сказать, суббота вот ровно от сих до сих, это нужно очень четко знать закон о субботе, поэтому, опять-таки, по Талмуду облегчающее мнение, оно обладает большей силой, нужно больше знать, где ровно протекает граница, устражать и растягивать границу, любовь может, поэтому, по мнению Рамбаму, вот эта вот история с этим вот мудрецом Раба Бархия, который что-то сделал неочевидную вещь, это показывает его могущество, насколько он мудрец, насколько он знает законы Тора и Талмуда, и зная, что он в меньшинстве, тем не менее, сумел это сделать, и это правильно, это глагически корректно, и это нужно, из-за этой истории мы косвенно видим его силу, мудреца, насколько он мудрец. Таким образом, наши мудрецы Талмуда здесь, как бы говорят, сколько тяжело было то, что пришлось сделать пророкам, пророкам указывать на сущность его, это вознесется в имя, при помощи отверенных предметов, которых творцом является он сам. То есть, у пророков есть дилемма. Они должны описать неописуемое. Пророки с одной стороны общаются напрямую с божественностью. Собственно, они и есть посредники между обыкновенными людьми, нами с вами и Богом. И им нужно, кроме того, чтобы нужно сказать, с чего ожидает Бог в данной ситуации, в данный момент, им нужно описать Всевышнего сотворенным языком, в котором есть опасность вот очеловечивания, антропоморфизма. Можно подумать, что Бог как человек или как земные цари, что у Него есть движение, что у Него есть чувства, эмоции, есть право и лево, престол и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому значит, пророкам дана особая сила, по мысли мудрецов Толмуда, сила это не только в том, что они общаются с Всевышним, не только в том, что они сообщают вниз, наш Нижний мир, что от них Всевышний от людей хочет и ожидает, а также пророки описывают Бога метафорами, которые суть копия людей или копия царей, и все равно пророки не опасались, что люди ошибутся, неправильные правы. И в этом заключалась сила пророков. Если же кто-либо проявит недобросовестность, пожелает, несмотря на все вот эти вот цитаты из пророков, которые метафорично описывают царя царей, как царя земного, думать о них дурно, думать о пророках дурно, что они буквально что-то видели, и принижать тех, кого он не видел, чьи достоинства ему невидимы, то им, пророкам, нашим мудрецам вреда от этого не будет. Вывод, что опять-таки наши мудрецы хвалят пророков, которые нам сообщили разными метафорами, как мы должны представлять как будто Всевышнего и не опасаться его отчеловечивания, потому что всем понятно, что это не на самом деле, это фигурально. Тот же, кто захочет воспринимать это буквально, это плохо, это принижает достоинства царя царей, которого эти люди никогда не видели, но вреда от этого не будет. В каком плане вреда не будет, что у тех людей будут неправильные представления. Люди сами себя обманывают. Загоняют в логическую ловушку. Это вред только самим этим людям, но не иудаизму, не пророкам, не нашим мудрецам и не тому, как мы воспринимаем все лишнее. Рамбом продолжает. Он разделил эту мысль про атрибуты на много-много глав. Глава 47. Как мы уже упоминали несколько раз, все то, что толпе окажется недостатком. Толпа опять-таки это не плюс, это скорее минус. И то, что невозможно для толпы представить относящимся к Богу, ему не приписывается метафорически. Даже в пророческих книгах. Почему? Потому что людям кажется, что это что-то нехорошее. Хотя статус этих плохих атрибутов, в которых есть какие-то недостатки, он точно такой же, как статус вещей, которым приписывается. То есть, строго говоря, любые приписки, приписывания любых атрибутов Всевышнему это неверно. Но тем не менее, люди психологически плохое от царя царей отодвигают, а хорошее ему приписывают. Ибо те качества, которые приписываются ему, либо кажутся несовершенством определенным, либо их можно вообразить принадлежащих Всевышнему. С учетом этого положения, то есть, все, что хорошее связано с Богом, все, что плохое, нет. Мы уже разбирали эту проблему на примере книги Йова. Метафорически приписываются слух зрения и обоняния Всевышнему. Еще раз. Богу метафорически приписываются слух зрения и обоняния. Почему? Это хорошая вещь. Мы с помощью их познаем мир, мы с помощью их существуем. Но не вкус и не осязание. Вкус на язык, осязание, потрогать руками. Это Богу не препятствуйся. пяти чувств три хорошие, как бы, и два как бы проблематичные. Ведь степень возвышенности его, да превознесется он. Над каждым из пяти чувств одинаково. Что говорит Трампом? На самом деле Бог далек от всех этих чувств. У него и слуха нет, и зрения, и обоняния. Он все знает, но он воспринимает мир абсолютно так, как мы. И все чувства наши человеческие несовершенны по сравнению с постижением даже для того, кто не может постигать без них. Поскольку они, наши чувства, подвержены аффектам и воздействиям. Ну, например, если мы там, каким возможны аффекты? Ну, самый классический у нас есть пословица «смотреть на мир через черные очки». Или через розовые, да, то есть возьмем очки, какие линзы поставим, возьмем розовые, все будут хорошие люди, жизнь прекрасна, жизнь удалась. Возьмем черные очки, все будет депрессивно и очень-очень негативно. То же самое можно сделать со слухом, то же самое можно сделать с чувством вкуса, например, везде добавлят сахар или соль и так далее. Все это будет исказаться. То есть все наши органы, пять органов чувств, благодаря которым мы существуем, мы познаем мир и в нем ориентируемся, они очень субъективны, очень субъективны. Не случайно мы говорим, что люди не просто отличаются друг от друга разными мнениями, это само собой, даже глядя на одну и ту же картину, люди видят разные вещи. Мы по-разному смотрим на мир. Видя физическую одну и ту же реальность, мы видим разные вещи. Поэтому, опять-таки, вроде физически ты видишь одинаково, но на самом деле ты видишь по-разному. То есть это все субъективные понятия. Так вот, действия наших органов чувств может прерываться, они могут страдать от болезней, подобных другим телесным орудиям. И это то, что написано в Торе, что Моисей, властоверной памяти, когда умирал в 120 лет, его глаза не испортились, но как тайно, его глаза были, как глаза молодого человека, у них же были ни очки, ни линзы, ни бинокль, ни дальнозорка, с ним бинокль. Он видел. Это довольно редкая вещь, да, мы говорим, со зрением, со временем как-то ухудшается. Смысл жена самовысказывания, что он превознесенный видит о том, что он постигает видимое, что он слышит в том, что он постигает слышимое. Затем внимание, рамбом опять-таки уводит видеть и слышать тоже в некую метафорику. Постигает увиденное, постигает услышанное, понимает увиденное, понимает услышанное, мы видим, потом будет связь. Рамбом приводит в конце, что Бог знает все, что человек думает. То есть не только, что Бог знает все действия человека, это само собой, но даже человек то, что не сделал, только задумал в голове или в сердце своем, опять-таки задумал в сердце, это метафора, обратите внимание. Так вот, значит, что для постижения Всевышнего осага абсолютит, полное знание, полное понимание, для Всевышнего нет границ, включая понятие того, что человек только подумал, даже не произнес. Таким образом, это близко к тому, что, если помните, как Онкелус переводил Тору на армейский, значит, что Бог услышал, Бог увидел, как и Вересталь в Египте, что было услышано перед Ним, увидено перед Ним и так далее. Здесь Рамбом использует слово постигает. Но ведь подобно этому следовало приписать бы ему также и вкусовые восприятия. Давайте припишем Богу, что ему вкусно от наших жертв, жертвоприношения. Написано, например, почему Рамбом приводит к зрению, к слуху осязания, потому что в Торе написано, что Бог обонял жертву, ему там стало хорошо вот этого, ноах, принес какую-то жертву, ему стало приятно. То есть, если так, давайте приписывать Богу также вкусовое восприятие. И осязание потрогал ему мягко или твердо, трактуя их в том же смысле, что он постигает ощущаемое вкусо осязанием. Ведь статус всех восприятий одинаковый. То есть, Рамбом задается вопросом, хорошо, если мы вследствие инерции и стереотипов толпы приписываем Богу зрение, слух и осязание, то в чем же разница? Давайте добавим еще два, ведь все равно на самом деле этого нет. Все понимаем, что это фигурально. И вот я Рамбом перевожу, что он постигает услышимое а не слышит, постигает видимое, а не видим. То же самое можно сказать, что он ощущая, постигает вкус и постигает осязание, а не на самом деле кушает, а не на самом деле щупает что-то. А если мы, это как бы это версия Рамбома, который сейчас он отвергнет, а если мы исключаем из его описаний, описаний Всевышнего, один из этих видов восприятия, один из пяти, один из пяти человеческих видов восприятия, то следует исключить тогда по такой логике все восприятия. Вопрос Рамбома понятен? То есть Рамбе говорит, что есть пять человеческих видов восприятия. Ну, есть версия шестая, интуиция, третий глаз, все дела, оставим это. Мы говорим про пять нам известных, нормальных, понятных на простом уровне значит, вот этих вот видов восприятия. И Рамбом говорит, нужно или все, или ничего. И так как на самом деле восприятие Всевышнего кардинально другое, чем у человека, то нужно или все их убрать, или все их ему приписывать. А мы почему-то приписываем три, а два как-то стесняемся. хорошо. Если же необходимо приписывать ему один из них в смысле постижения того, что воспринимает одно из чувств, то не поделит приписывать ему постижение всех пяти видов восприятия. Однако в наших писаниях, в Танахе, мы встречаем выражение «И увидел Господь» в книге Бытия, «И услышал Господь, и обонял Господь» это вот жертву Нуаха. Но не говорится «И вкусил Господь, покушал мацы или мясо принесел жертвы в храме, и несказанно «И осезал Господь». Причина всего этого, то есть раба-мотчетная два вопроса одновременно и в том, почему вот мы используем эти вот пять органов чувств человеческих применительно к Богу и почему мы разделяем эту группу пять на три плюс два, три хороших два плохих, три применяем к Богу, два не применяем. Причина всего этого состоит в том, что так как уже утвердилось воображение всех людей, что Бог не соприкасается с телами, так как соприкасаются два тела, да, то есть люди понимают, что Бог далек от людей, чрезвычайно во всех смысле, и в телесном тоже, да, вы говорили что-то пастор Бога как что-то совершенно и очень огромное, огромное значит далекое от нас, да, то так как Бог не соприкасается с телами, как мы, соприкасаемся два тела, ведь люди никогда не видели его, а ведь оба чувства, я имею в виду вкус и осязание, не воспринимают свой объектив, пока не вступают непосредственные контакты, вот эти вот два плохих в кавычках, два плохих видов восприятия мира, вкус на язык, на зуб и осязание, рукой пощупать, погладить, прикоснуться, здесь подразумевается или непосредственная физическая близость, у нас еда во рту, или на расстоянии вытянутой руки, да, то есть это очень-очень близко, да, то есть и вот эти вот оба чувства, вкус и осязание, они невозможно их заставить функционировать, пока не будьте посредственного контакта, другое дело зрение, слух и обоняние, они эти органы, эти виды восприятия, воспринимают свои объекты, даже когда тела, являющиеся каких-то качеств, находятся далеко поэтому есть по рамбаму принципиальная разница между внутри пяти видов восприятия, первые три это вот зрение, слух и обоняние могут работать на довольно длительном расстоянии, последние два вкус и осязание работают на минимальном расстоянии, если вообще, это буквально телесное соприкосновение и вот это принципиальная разница между этими двумя группами, а не хорошие и плохие парамболы и поэтому оказалось возможным оказалось возможным для возображения толпы приписывать эти чувства первые три которые работают на расстоянии ему до превознесенного целого вот здесь мы получили ответ почему в Торе метаферически приписывается зрение слух и обоняние и абсолютно никогда и нигде ни разу не упоминается осязание и обоняние кроме того поскольку эти виды чувственного восприятия были приписаны ему с тем намерением и с той целью чтобы указать что он постигает наши действия наш слух и зрение и вот этих вот форм было достаточно чтобы воспринимать другого то есть воспринимать нас то есть если мы стереотипно объясняем стереотипно толпе что Бог знает все действия он все слышит все видит то достаточно сказать именно вот в этих вот категориях да значит Бог все видит Бог все слышит Бог все знает и не нужно Богу это понятно это некая приписка на уровне человеческих видов восприятия но уже не нужно тогда говорить что Бог и осязает и может потрогать потому что достаточно уже того что он издалека видит слышит и знает подобно этому наши мудрецы говорят в своем наставлении в виде предостережения вещевания исперкевод испочения отцов знает что над тобою око взирающее ухо внемлющее исперкевод знаешь все что ты делаешь известно глаз смотрящий и ухо которое слышит нет слуха которое все слышит не просто то что ты говоришь шепотом и тихо без микрофона а даже то что ты говоришь сам себе думаешь не ворочай языком думаешь в сердце в голове даже это Всевышний слышит таким образом получается что вот эти вот первые три из пяти видов восприятия они настолько универсальны настолько хороши что они подходят не только для человека для описания разумности степени разумности человека они подходят до Всевышнего который издалека видит и слышит и даже видит что он в сердце человеческом и слышит что у человека там в самых потаенных уголках сердца лежит тебе же известно что по сути дела все это все это это все пять видов восприятия они равноценны в том смысле в каком должно быть исключено из того что ему приписывается еще раз вам повторять этот смысл уже в третий пятый раз что на самом деле все антропоморфизмы любое очеловечивание любые самизмы они чужды Богу и они не должны быть это приписываемые атрибуты и осязательное вкусовое восприятие должны быть исключены это последние два так же как и зрение слух и обоняние это первые которые хорошие издалека работают ибо все они связаны с восприятием телесного все наши пять органов видов восприятия воспринимают телесное физическими да человек в физическом мире соответственно его органы восприятия работают на физический мир и они для этого ему даны пример там вещи которые мы не воспринимаем как люди разные там ультразвук ультрафиолетовое излучение это тоже вещи физические но они уже немного на грани телесного и бестелесного то есть они конечно существуют они физически мы можем их замерить да но мы например уже их не воспринимаем есть животные собаки кошки разные животные которые воспринимают некоторые вещи лучше нас но опять таки это уже там физикам скажут концы спектра там слухового или звукового сливаются а базисно базисное опознание мира наши вот эти вот пять органов восприятия их вполне достаточно они вполне эффективны именно поэтому так как мы люди физического мира с большим трудом себе представляем мир не физический мир духовный поэтому опять таки толпа стереотипная инерционная абсолютно спокойно приписала всевышнему эти же вот органы чувств и пророки и мудрецы с этим согласились в каком-то плане использовали эти все метафоры и даже не боясь использовали в этом велика их сила потому что понятно же что это не так кому непонятно что это не так его проблема от этого убытка не будет как сказал Рамбов в конце 46 главы точно так же очевидно несовершенство воображения имеется внутчеловеческое воображение и не очевидно несовершенство замысла и уразумения и от это и поэтому они не приписываются Богу то есть опять таки сложные и несовершенные вещи рамбов снова возвращается несовершенности не приписываются даже метафорично Богу да то есть вещи еще раз простые и позитивные Богу приписываются или в виде атрибутов или в виде разных эпитетов вещи сложные даже для нашего понимания или вещи с проблемами с дефектами Богу не приписываются да но значит поэтому Богу не приписывается район идея то есть суть по сути идея мы должны в воображении нарисовать себе что же это за идея но Богу приписывается махшава и твуна перевод мышления и разумения как написано в писании который замыслил Господь например да это цитата не совсем точно из Иеремии разумением сварим простер Бог небеса разумением что-то хорошее таким образом и с восприятиями внутренними происходит то же самое что с внешними чувственными восприятиями здесь рабом возвращается про то что был 46 что есть внутреннее и внешнее описание да значит есть точно так же внутреннее и внешнее восприятие внешнее восприятие как мы уже поняли это что-то простое то что в садике детям объясняют то что толпа привыкла думать про царей или про важных людей это внешнее восприятие формальное стереотипное такое метафорическое фигуральное преувеличивающее и так далее и так далее и так далее а есть внутреннее восприятие это конечно что-то гораздо более отлично так вот некоторые из метафорических атрибутов приписываются богу а другие из метафорических атрибутов богу не приписываются все это где критерии что приписывать а что нет все это применительно к языку людей не брат и урак и шелдный адам то что людям кажется совершенством ему приписывается то что не совершенно явно что явно не совершено ему не приписывается тогда как на самом деле не может быть настоящего сущностного атрибута добавлено к высушенности как будет доказано и так у бога у бога нет настоящего сущностного атрибута все эти вот атрибуты они первое метафорические фигуральные не настоящие второе они словесные они существуют эти атрибуты все только на уровне нашего несовершенного языка мы увидим сейчас скоро как рамбам будут говорить про некоторые религии которые да сосредоточились на атрибутах и стали их воспринимать более серьезно или может быть более натурально буквально вопросы пока здесь я хочу в скобках ответить значит у Тани был вопрос по поводу значит всевышний моя тень значит вопрос я думала я пропустила нет я увидел что вас нет я не стал говорить ответ на вопрос когда автор вопроса нет вопрос где именно эта цитата по вашему мнению если помните но вы сказали что это из псалма да из псалмов значит в псалмах я нашел следующую цитату опять таки по моему скромному мнению в 17 псалме в 17 псалме значит есть очень знаменитая фраза которая значит говорит это 17 псалм предложение 8 храни меня говорит царь Давид Богу храни меня как зеницу ока в тени крыльев твоих сокрой меня вот это вот концовка предложения стала пословицей говорите в тени крыльев твоих храни меня понятно крылья твои метафора уже это выучили и так далее и так далее значит Раши пишет на это предложение зеница ока это черная часть глаза то есть это вот у нас есть как яйцо белок и желток желток это более внутренняя часть белок это посередине так и у глаза то что называется цвет глаз обязательно черным голдыми глазами серыми какими угодно зрачок вы имеете да спасибо так спасибо зрачок так вот зрачок это то что называется зеницок а так пишет Раши значит на верите ишун это что-то черноватое от слова эш сейчас увидим Рамон пишет что огонь делает черным так вот храни меня как зрачок глаза центральная часть глаз это зрачок да значит крылья с крыльями твоими сохрани меня так вот значит Мальбин пишет дальше Раши закончил больше он не пишет ничего а Мальбин пишет дальше он проводит эту параллель с глазом что так же как человек вернее Бог сделал человека сохранять его глаза да это центральный его орган да значит и что ресницы охраняют и сохраняют глаз если что-то опс человек закрывает да то есть это вот охрана ну не ресницы а вся вот эта вот система которая значит позволяет глаз закрыть поэтому в скобках Талмуд и говорит что это много меньше это доля секунды точно так же спасение всевышнего оно происходит настолько быстро быстрее чем моргание глаз вот в любом случае так же как по Мальбину, так же, как ресницы наши вот этого, да, значит, все закрывает, спасает глаз, так и ты, Всевышний, закрывай меня моментально под твоими крыльями, да, значит, под твоими, значит, кнафеха, да, значит, и поэтому есть выражение, вот как руд, которая, значит, там приходит в Юр, что, значит, руд входит тахат канфе шхина, значит, она входит под крылья божественное присутствие, то есть самое лучшее вот спасение, если хотите, это находиться постоянно под божественным присутствием, собственно, мы с вами читали, да, что Рамбан пишет, что вот тот, кто изучает божественность, божественные законы, Тору в самом широком смысле слова, то Бог его как бы больше охраняет и постоянно с ним находится, так как человек занимается святым писанием, святыми текстами, святыми вещами, то и Бог рядом с ним, и это вот шхина, божественное присутствие, оно, оно и охраняет человека, мы говорили про Йова, что там одна из проблем, что Бог снимает свое присутствие за него, и тут же святое место пустое не бывает, приходит этот вот сатан, который начинает Йову делать разные беды, то есть шхина, божественное присутствие выходит, сатана, сатан приходит. Поэтому вот это вот, вот, что Всевышний моя тень, вот, по большим тому, это самая лучшая вещь, которая может быть, да, то есть, что куда мы пошли, туда и Всевышний пошел с нами. Собственно, Талмуду так подчеркивает, и говорит, что Всевышний ходит все время в сгнание, он страдает с ними в Египте, он страдает с ними в Галуте, мысль, которая в Талмуде, но Большим так подчеркил что-то другое. Он имел в виду, что если мы хотим, чтобы Всевышний ходил с нами, охранялась, шхина, так же, как ресницы охранят глаз, то мы должны с ним ходить. То есть, как Рамбам говорит, постоянно изучать его вещи. И это то, что написано, и говори там шма, и учи Тору, ложась и вставая, и едя, и так далее. Вот это имеет цель в виду. Так что, если мы хотим, чтобы Бог был нашей тенью, то мы должны быть его тенью. То есть, там есть такое вот подобие. Да, вот это интересный момент. То есть, тут получается, что, ну, не то, что мера за меру, но вот как мы хотим, чтобы к нам, так мы должны тоже, да? Да, 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 да. Есть соответствие, есть соответствие. Если мы хотим, чтобы Бог ходил с нами, то мы должны с ним ходить. Поэтому будь мой тенью, будь и мы должны быть ему тенью, и тогда оно соединяется. Вот это вот, это то, что я нашел на это предложение. Спасибо. Псал 17, 8 предложение. Хорошо? Я надеюсь, я ответил. Окей, теперь, значит, здесь очень Рамбом идет дальше. Он, обратите внимание, он пишет, я докажу тебе. Ну, опять-таки, мы говорили, да, что книга Рамбома, как ни странно, занимается доказательствами, как и доказательствами в вернегреческом понятии. То есть, есть некая логичная цепочка логики. Ты можешь не соглашаться, так сказать, для тебя это не доказательство, да? Или слабое, или доказательство неправильное, наоборот. Рамбом рассматривает доказательства, вот так, алимия опровергается. То есть, он не воспринимает их логику, находит в ней слабые звенья. Но, опять-таки, Моренову химия, поделиться в лучших, он действительно оперирует этими категориями, из одного вытекает другое. Поэтому по Рамбому, да, есть некие доказательства, в том числе, можно на логическом уровне доказать, что Бог есть, как это непопулярно сегодня звучит. И здесь вот дальше, немножко перепрыгнем, Рамбом рассматривает, почему же люди стали Творцу приписывать разные атрибуты. Сейчас увидим, что текст немного, или много, намекает на христианство. Причи, глава 53, первая часть Пятителя забудши. Причина, породившая веру в существование атрибутов у Творца. Близка к той, которая породила веру в его телесность. У тех, кто исповедует эту веру. Кто исповедует веру, что Бог телесен, кто угодно. Там могут быть евреи внутри иудаизма, мусульмане внутри ислама, христиане внутри христианства и так далее. Здесь, опять-таки, для Рамбом абсолютно все равно. Человек, какой он останавливается, в какой религии. Любые люди, которые приписывают Богу телесность. Ведь того, кто исповедует телесность, привело к тому не умозрение, не некие эмпирические размышления и доказательства, но приверженность внешнему смыслу текста Писания. То есть люди берут текст Писания, как мы сказали, Торруль Пророков, и берут ему буквально, на самом деле, буквально, не мудрство, а лукаво, написано, написано, все. Ведь мы говорили, есть правило, Писание не выходит из простого смысла. О, еще лучше. Так, так дело обстоит и с атрибутами. Обнаружили, что книги Пророков и книги Откровения Писания приписывают ему, да принесется он, атрибуты. В следующем уроке будем говорить, какие самые разные атрибуты. Их очень много, равномерно делят их на массу групп. Они, эти вот поклонники буквального понимания Писания, которые только внешний смысл взяли, внутренний не взяли, восприняли это, эти выражения текста буквально и уверовали, будто он обладает атрибутами, словно они могут абстрагировать, отделить его от телесности, не абстрагируясь от телесных модусов, от телесных форм и проявлений. Имея в виду душевное расположение, а последнее есть качество, душевное расположение, возгорелся гнев Божий, да, Бог радуется и так далее. И всякий атрибут, любовь, который, верующие в атрибуты, люди думают сущностями для Бога, что это на самом деле так, и не просто так, это действительно внутренняя сущность Бога, обозначает, как ты обнаружишь качества, то есть люди приписывают Богу разные качества, хотя они не обрежают об этом напрямую. Они, поклонники телесности, рассуждают здесь по аналогии с привычными для нас с модусами всевозможных тел, обладающими живой душой. Но обо всем этом подобии говорится лишь Тора говорит на языке людей, да, то, что мы постоянно цитируем Талмуд, и все те атрибуты служат лишь, чтобы приписать ему совершенство как таковое, но не собственное, а конкретное содержание. То есть мы, эти люди, в данном случае, приписывают Богу свое содержание, каждый в Боге видит себя, свое отражение. Большинство же атрибутов представляет собой описание разнообразных действий. О, это большинство атрибутов Всевышнего в Торе, а из разнообразия действий не вытекает существование разных аспектов в самом деятеле. Перевод. Один и тот же деятель может делать разные вещи, и это будет один и тот же человек, да, кто-то будет плавать и петь песни, и сочинять стихи, и строить дом, и все это будет один и тот же человек. Он делает абсолютно разные вещи. Я переведу тебе пример, взяв одно из загружающих нас явлений, чтобы пояснить тебе данное положение. Вот это предыдущее. Смотря на то, что у Бога есть много атрибутов, это не его суть. И это один и тот же Бог по-любому. Я имею в виду, что может быть единое действовавшее начало, у которого присущи самые разные действия. Сейчас мы видим, какой пример приведет Рама. Даже такое, которое не наделено волей, что-то недуховное, физически. Сейчас Рама придет на физический пример нам знакомый. Уж тем более это возможность для того, кто наделен волей. Мы сказали, Бог, да, это божественная воля, ажгаха против, правильным миром, все идет по воле. Да, возьмем даже простой физический пример. И этим примером может послужить огонь. Рама про этот пример огонь один из этих четырех основ. Огонь расплавляет одни предметы, другие делает твердыми, третий варит, четвертый сжигает, пятый отбеливает, шестые делает черными. Это вот Ишун Лайл, вот этот вот зрачок, на иврите Раша воспринимает как что-то черное. Он пишет, это черная часть глаза, так пишет Раша, да? То есть на ивритский корень эш, огонь, делающий что-то черное. Это то, что я вам сказал. Да, и поэтому написано, что вот Тора, в которую Всевышний смотрел, когда сотворил мир, это значит там огнем написанное Тора и так далее. Это все игрословное в Иврите. Эш, огонь, и вот Ишун, что-то черное. И если бы кто-либо описал огонь, что он огонь отбеливает, чернит, сжигает, варит, придет твердость и расплавляет, то такой человек был бы прав, описал разные свойства огня. Но тот, кому неведома природа огня, ну, трудно представить, что кто-то не знает огня, очень первобытный племенатор же не знает где, подумал бы, что в нем, в огне, существует шесть разных аспектов. Посредством одного аспекта с большой буквы огонь отбеливает, делает белым, то есть качество огня делает белым. Посредством другого аспекта с большой буквы огонь делает черным, посредством третьего аспекта с большой буквы огонь сжигает, уничтожает. Посредством четвертого аспекта огонь варит картошку. Например, посредством пятого аспекта придет твердость, да, посредством шестого расплавляет и так далее, и так далее. Все эти действия взаимно противоположны, и ни одно из них не совпадает с другим другом по содержанию. Они не просто рядом идущие действия, а просто разные противоположные действия. Дело твердым и расплавляет. Однако, знающий природу огня, человек там, физик в университете изучал огонь, знает, что огонь совершает все эти действия посредством одного действующего качества, а именно теплоты. Есть один и корень огня – теплота. И если так обстоит дело с тем, что действует по природе, заданный природный закон, то что уж говорить тем более о том, кто действует по своей воле, Всевышний, и тем более о том, кто превознесется он, тот, кто выше всякого описания. И если так, то постигая разный по своему содержанию виды его отношений к миру, ведь для нас содержание понятия знания отличается от понятия его могущества, а понятия могущества от понятия воля, то как мы можем заключить на основании этого, будто в нем, во Всевышнем, есть различные сущностные аспекты? Территорический вопрос. Аспект, посредством которого он знает, аспект, посредством которого он проявляет свою волю, аспект, благодаря которому он облагает могуществом и так далее. Ведь именно таков смысл атрибутов, разглашаемый этими людьми. Да? То есть, что выходит? Опять-таки, что можно ли, ответ нет, приписывать Всевышнему, разные атрибуты, говорит, что это все разные Всевышние. Можно, но это неправильно. Некоторые из них, вот этих вот поклонников телесности, заявляют об этом открыто, причисляя аспекты дополнительной сущности. Другие же не говорят, однако с очевидностью предполагают их убеждениями, даже не будучи высканными в понятных выражениях. Например, один из них сказал, он могущий сам по себе, знающий сам для себя, живой сам для себя, творящий свою волю сам для себя. Окей, опять-таки, здесь Рамбам не только, по-видимому, занимается людьми, которые в рамках любой монтонистической религии как-то приписывает Богу человеческий фактор или проводит антропоморфизм. Здесь, опять-таки, Рамбам намекает, как мне кажется, на христианство, которое взяло отдельные аспекты и вот превратило их в отдельные, значит, аспекты, что ли, божественности, да, и мы говорили, я приводил Рамбана, Нахманида, что это наше главное разногласие с христианством, не спор относительно Машеха, кто он и что он, пришел он или не пришел, был ли это Иисус из Назарета или нет, это вещь тоже в разногласиях, но она минорная, а главное, это, опять-таки, вот предавание отдельных аспектов божественности, статусу божественности как таковому и, опять-таки, очеловечивание, отелеснение божественности, да, что Бог там вошел в тело там и так далее, и так далее, и так далее. Это вот основной аспект наших несогласий и разногласий с христианством, и поэтому, опять-таки, здесь вот Рамбан объясняет, как мы, евреи, как он пишет, в нашей общине, в еврейской общине, в религиозном, как мы вот оставляем, что все эти аспекты, оставляем то, что они разные, иногда противоположные, но все равно это один, вот, по-моему, с огнем, что же говорить про более сложные вещи. Окей, у меня на сегодня все, мы здесь остановимся, мы продолжим, опять-таки, тему вот атрибутов, и потом уже поговорим про разные группы атрибутов, и что из этого можно, опять-таки, полезного выучить. Равзеева, а вот книги «Откровения», что это он имеет в виду? Книги «Откровения» — это описание, то есть он, опять-таки, пишет книги «Порочества и Откровения», а там по смыслу видно, что это кто-лим, писание. Как вы думаете, вот христиане, это они осознанно так к атрибутам привязались, или это от неимения связи с евреями и желания учиться к ним приходить? Вот они, ну, так решили, потому что откололись, и поэтому сидят в своем, как бы, вот, в гнезде и думают так, как им, как получается. А если бы они пришли, то, ну, жили бы они так вот все равно отстаивали? Как вы думаете? Вы знаете, сложно сказать, христианство — это был процесс, и он продолжается. И в последний день есть разные споры и мнения. Кто хочет, опять-таки, немножко понять христианство, я уже говорил, есть замечательная книга Умберто Эка, да, значит, которая называется «Имя Розы», да, и я советую прочесть, опять-таки, там, кроме «Бритвы Акама», где выведен главный герой Вильям Акамский, человек, который работает с логикой, такой вот гениальный человек там. Кроме того, мы видим там бесконечные споры внутри самого христианства. Опять-таки, в индуизме тоже есть споры, и их много, но, опять-таки, они не настолько, как сказать, основообразующие, чтобы уйти и сделать новую религию, как фактически происходило и происходит в последнем христианстве. Поэтому представляется, опять-таки, что вот относительно аспекта божественности, это некий процесс, это история, которая пошла так, могла пойти по-другому. Конечно, Рамбам видит в этом божественное управление миром, как христианство поняло божественность. Вот. Но, опять-таки, с точки зрения теологии, христианство настолько разное. Я общаюсь с самыми разными христианскими священниками из разных церквей. Сказать, что они друг друга не понимают, с другом не согласны, это ничего не сказать. Да? Поэтому я вижу там уже сегодня, в том числе и священников, которые, будучи христианами, на сто процентов гораздо ближе к нам, к евреям, чем к декларированному христианству. Поэтому мне представляется эта смесь, вот, и незнания, и отрыва от еврейской традиции, Рамбам про это пишет, и также вот попытки объяснить что-то очень тяжело познаваемое. Я вижу это как смесь. Мне не кажется, там одна причина, там много причин. Как мне кажется. И почитать вот имя Розы, там один из странных споров в книге, простой спор. Ну, может ли христиан иметь имущество? По-моему, такой спор народовольцев и русских революционеров. Только лет, там, на 500-600 раньше. Очень базисный спор. Может быть, человек обладать имуществом, какой строй и так далее. Ты видишь, что у людей самый разный, ровно для положения ответа. Поэтому если люди не могут договориться о очень простой материальной вещи нашего мира, то что же говорить, они не могут договориться об абстракциях. Да, если этому... Мне кажется, там очень-очень много причин. Причина не одна. Так вот, если, на мой взгляд. Назверь, можно вопрос? Только громче, на этом, пожалуйста. Так слышно? Да. Вы сказали, что есть такие, которые принимают телесность Творца, телесность Бога, есть такие вудаизмы и других людей. Это ваше мнение или это Рамбам так говорит? Если он так говорит, то как это может быть? Рамбам на это намекает. Но я не Рамбам, я могу сказать открытый текст. Окей, а за Рамбам тогда вопрос уточню. Как это, Митя Ашеф, как это сочетается иудаизм, и принятие телесности? Ну, смотрите, опять-таки, я намекал, я рассказывал о прошлом уроке. Как пример, еще раз, это не... Значит, есть разные каббалистические книги. Их много. Большинство книг по каббале написано в средневековой Испании. До Рамбам, а после него. Вот, и там, в некоторых книгах, это не одна книга, если очень интересуют, там, обмунятие химинатики, есть размеры Всевышнего. Окей. То есть, видимо, Рамбам выступал против подобного типа литературы. Так это можно интерпретировать. Я так это понимаю. Он не выступал против, как был как таковой. А именно, вот, придавание размеров Всевышнего. Окей, как тогда быть с тем, что сами каббалисты, и вообще это постулат каббалы, что каббала говорит не об этом мире, а о мире духов. Окей, Рамбам, могу не сила, сразу с каббалистами. Что за размеры имеется в виду? Вот, надо читать, надо изучать. Ну, у нас не курс по каббале. Но, опять-таки, несомненно, опять-таки, Рамбам. Здесь мы говорили, что и 13 принципов веры его, и вся его книга, вот, Мореновых им, это, опять-таки, есть такие вот, по-немецки это одно слово, это скрытый спор. Он постоянно с кем-то спорит и оспаривает. Иногда называет, ну, так, Али, им, Горячевская философия. Иногда не называет. То, что он кого-то не называет по имени, не говорит, что он с ним согласен. Ровно наоборот. То, что он пишет, подчеркивает, что он с этим не согласен. Но это принятая форма спора или форма даже не дискуссий, если, так сказать, воображаемая. Это очень принято у евреев не называть кого-то по имени. Нет, это больше в Средневековье. Кузари также написано в таком же стиле. Даже сегодня очень часто, это вот, когда пишут, это очень спорная еврейская форма спора и ведения дискуссии, да, когда ты перескажешь взгляды кого-то, и понятно, про кого ты говоришь, что напрямую не говоришь. Это очень по-еврейски. Опять-таки, когда был спор там с караимами, тогда да, писали напрямую. Когда был спор с саддукиями, да, говорили напрямую. Но, опять-таки, из того, что Рамбом это не пишет, вот Акалим он пишет, а не вне иудаизма, а не в исламе. Про древнический лосон пишет, а не в иудаизме. А кого он не называет, соответственно, можно предложить, это люди, которые, да, в иудаизме. Это внутри нашей общины. Все, кто вне, он называет по именам. Вам известны какие-то направления, течения, за ранее сейчас? Ну, я могу найти там имена пару книг, я когда-то их читал, там, вот. Опять-таки, он, возможно, Рамбом выходит здесь против какой-то веты внутри, вот такой вот кабалы, которая из мистицизма там начинает ударяться, уж не знаю что. Окей, нет, я хотел спросить, в современном иудаизме вам известно что-то подобное? В современном нет. Эти взгляды не... не... не дошли до нас, не дошли до нас. В современном нет. То есть сегодня, опять-таки, мы видим даже взгляды, которые Рамбом излагает, там, относительно, физическая картина мира, они тоже там, не все до нас дожили, но это понятно, наука пробовалась, изменилась. Но опять-таки, вещи, которые тогда были приняты, сегодня не приняты. Поэтому это вполне нормально, за 800 лет какие-то взгляды отмерли. Это абсолютно нормально. Опять-таки, мы не говорим, там, буддизм, это все, Рамбом и не знал, и это вне иудаизма, да, там, как и разное человечество. Но опять-таки, несомненно, что христианство тогда было, оно было сильно, Рамбом его знал, упоминает в Мурене-Бухим, и намекает более чем на разные вот аспекты божественности, на христианство. Я посмотрю название пару книг там, пока болею. Я просто подумал, как бы, как все-таки живучий грех золотого кельца. Это некая страсть внутри, внутренняя страсть. Она переживает континенты, расстояние. Я думаю, это не страсть, это потребность человека, поскольку, постоянно говорим о том, что поскольку мы живем в этом материальном мире, поэтому мы не можем воспринимать все, абсолютно все, не иначе, как через призму, пятью своими чувствами. Поэтому есть аквари. Таня, спасибо большое. Мы тоже заканчиваем, потому что сейчас урок у Нехамы начинается. Все, всем большое спасибо. И до воскресенья. И с Днем Иерусалима. Сейчас начинается Днем Иерусалима. И с праздником, да. Это большое дело. Это великое дело.